Всем привет! Я Александр Свет, и добро пожаловать на обзор новых возможностей Capture One 12. Сегодня мы поговорим про массу новых инструментов, которые появились в Capture One. Мы обсудим и обновленный интерфейс, и радиальный градиент, и новый линейный градиент. Обязательно поговорим про яркостные маски, плагины, пленочные симуляции Fujifilm и массу других небольших, но очень приятных нововведений. В общем, устраивайтесь поудобнее. Сейчас у нас будет большой, открытый, бесплатный класс про все возможности Capture One 12. Прежде всего, стоит поговорить про новый интерфейс Capture One 12, потому что изменился он значительно. Давайте посмотрим, как он теперь выглядит. Да, вот так выглядит новый Capture One. Он стал, интерфейс стал более плоским, и все шрифты стали больше, программа стала посветлее. И, честно сказать, конечно, когда я запустил первую бету, мне это не очень понравилось. Я открыл первую бета-версию Capture One 12 и такой подумал, куда вы дели мой любимый Capture One, что это? Но на самом деле, как показала практика, к новому интерфейсу очень быстро привыкаешь, и он работает действительно хорошо. А замысел вообще нового интерфейса заключается в том, чтобы сделать работу, длительную работу с RAW файлами проще, удобнее, чтобы ваши глаза меньше уставали. И это работает. Это правда работает, потому что я еще в бета-версии Capture One, а теперь уже и в полной версии Capture One 12 провел огромное количество часов, десятки часов. И в какой-то момент ты понимаешь, что действительно работать стало легче и проще. И если изначально я думал, что это некий такой маркетинговый трюк, знаете что? Ну вот, смотрите, у нас тут обновленный интерфейс, в нем легче работать. Ну, вы знаете, как это происходит, все эти истории. Но нет, на самом деле здесь действительно приятнее глазу работать. Особенно мне нравится то, что шрифты стали больше, курсоры стали больше. Это то, чего вот мне несколько не хватало в прошлых версиях Capture One. Ну, а в целом к интерфейсу действительно очень быстро привыкаешь. Поэтому даже если вам поначалу он кажется немножко странноватый и непривычный, что совершенно нормально, если вы уже много лет работаете в Capture One, вы обязательно привыкнете. Я вам гарантирую. Просто дайте вот буквально несколько часов сконцентрированно поработать в программе, и вы заметите, что реально в ней стало работать проще и удобнее. Еще одно важное нововведение обновленного интерфейса — это измененное верхнее меню. И здесь одно из самых таких сильных изменений коснулось редактора горячих клавиш, который теперь находится в меню Edit — редактировать. Для Windows-юзеров здесь ничего не изменилось. У них как находилось в этом разделе настройки редактирования горячих клавиш, так они у них здесь и находятся. А вот для Mac-юзеров это очень серьезное изменение, потому что на Mac всегда горячие клавиши находились вот здесь, просто во вкладке Capture One. И сначала это очень непривычно, но потом понимаете, что в принципе в этом есть своя логика, и как минимум теперь на Windows и Mac нет разницы. Это проще, например, лично мне, когда я веду занятия. Мне теперь не нужно каждый раз комментировать, что, знаете, на Windows горячие клавиши в одном месте находятся, на Mac в другом. В общем, просто запомните, что теперь во вкладке Edit находятся эти инструменты. В целом верхнее меню было довольно серьезно переделано, и, например, очень сильно были переструктурированы все опции, которые связаны с кастомизацией интерфейса. Теперь, например, у нас есть отдельная вкладочка вид, где находятся все элементы интерфейса по, собственно, каждый элемент интерфейса имеет свою область. Например, там, браузер, вы можете выбрать Customize Browser и, скажем, Place Below, да, то есть расположить, снизу выбрать, или вы можете вернуть его туда, где он был. Например, Place Left. То же самое касательно инструментов, Tools, Customize Tools, вы можете их Place Right, да, ну, как, все как обычно, просто теперь это несколько все логичнее собрано. То есть все это управление выглядит несколько проще и, опять-таки, удобнее на практике. Плюс в верхнюю панель добавили две новые вкладки, это Select. Здесь масса полезных опций, например, Select By, то есть выбрать по определенному рейтингу или определенной цветной метки, или просто можно, например, выбирать файлы с определенным названием. Да, вы просто можете вот сюда в списочек забивать различные названия, и они автоматически выберутся. Плюс здесь же есть опция Select By Same, например, выбрать все файлы с таким же рейтингом, как у выбранного файла, или, например, выбрать все файлы с такой же цветной меткой. Вот, скажем, я сейчас кликну, и видите, все файлы с зеленой меткой у меня тут же выбрались. Это тоже очень удобно. Плюс появилась дополнительная секция для контроля работы в слоях, то есть теперь вы можете прямо из верхнего меню создавать новые слои, менять видимость маски слоя, ну и, собственно, делать все остальные действия, которые вы привычно делаете в слоях. Во всем остальном интерфейс не изменился, у вас есть такие же все возможности для его кастомизации, и вы также можете взять любую кривую, изменить ее размер, можете продублировать ее много раз в одной или разных вкладках. То есть у вас есть все возможности для кастомизации интерфейса, как это было и ранее. Он просто несколько так визуально изменился, и еще раз повторюсь, сначала это, скорее всего, вам будет непривычно, но потом вот я лично себя поймал на мысли, что я не хочу возвращаться к старому интерфейсу, потому что новый реально просто работает, он просто работает.